Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Марии Шматковой. Тема нашей сегодняшней передачи – зимний уход за кожей лица и шеи. И в этом вопросе нам поможет разобраться Елена Федотова, тренер по фейс-фитнесу. Здравствуй, Лена! Мария, здравствуй! Очень рада снова видеть тебя в нашей студии. Наступил холодный период, наступила зима. И, конечно же, резкие перепады температуры. Уже были и морозы, и оттепели, и ветер. И это будет продолжаться еще. И это будет продолжаться еще на протяжении трех месяцев. И, конечно же, хотелось сегодня поговорить о том, как правильно ухаживать в такой сложный для нашей кожи период. Что необходимо делать? Лен? Отличный вопрос по поводу зимы. Потому что я, как тренер по фитнесу для лица, хочу сказать, что после зимы мы немного теряем шею. А непосредственно, где мы ее теряем. Потому что, когда мы ходим, ветер холодно, приподнимаются плечи. Мы ходим в таком состоянии. Сжаться, наверное, в такой комочек. В такой комочек сжимаемся. Вот эта вот привычка приподнятых плечей. Что это нам дает? Это дает уменьшение подлиния шеи. То есть, шея выглядит короче, больше появляются линии на шее. И в целом, внешний вид такой получается немножко громоздкий. Поэтому зимой важно не потерять свою шею, делать упражнения на шею. Плюс мы сегодня еще поговорим про такой легкий домашний уход, который можно делать при помощи вообще подручных средств. Ну и так давай приступим. Какие ты бы порекомендовала упражнения, какую нехитрую гимнастику для шеи и лица, чтобы встретить этот холодный период во всеоружии? Во всеоружии, да. Быть готовым ко всему и к морозам, и к ледяному дождю, и к холодному пронизывающему ветру. Первое, на что необходимо обратить внимание и не потерять свой красивый внешний вид, это осанка и шея. Мы сейчас будем делать упражнения на раскрытие грудного отдела. Потому что, как я говорила, плечи тянутся вперед, и вот такое положение, оно становится уже привычным. За этим тянется, как чулок, здесь собирается шея, собирается линия овала лица, ниже брыльки и так далее. То есть мы хотим от этого избавиться, в то же время положением тела немного усиливаем этот эффект. Что необходимо сделать? Руки разводим в стороны. Да, буду повторять за тобой. Слегка соединили лопатки сзади, немножко делаем такие легкие пружинистые движения лопатками назад. Все достаточно просто, можно делать где угодно. Сколько примерно подходов? Ну, раз 10-15, если сделать. На самом деле, в фитнесе для лица очень крутой эффект происходит от регулярности. То есть, казалось бы, что мы тут такого делаем? Но если делать так регулярно, то вы почувствуете, вот мы сейчас сделали, как раскрылся грудной отдел, и вам уже не хочется сутулиться, и вы сидите достаточно ровно. В какое время суток лучше всего делать эти упражнения, этот комплекс упражнений? Или стоит, может быть, даже повторять его в течение дня несколько раз? Идеально комплекс делать, конечно, с утра, потому что это позволит нам ходить с прямой спиной. Потом я часто рекомендую делать его еще на рабочем месте. Почему бы нет? Потому что мы там сидим за компьютером, шея уходит вперед. Ну и, в принципе, когда есть возможность, уделять себе это самое время внимание. Следующее упражнение замечательное. Оно что делает? Оно действительно вытягивает шею. Будет такой сейчас очень красивый переход, и шея в плечо под углом 90 градусов. Могут даже наши телезрительницы отметить эффект до и после. Как выполняется это упражнение? Мы слегка собираем лопатки сзади чуть-чуть, и приподнимаем плечи вверх, плавно вниз. Вверх, плавно вниз. Чуть больше назад, Маша. Вверх, плавно вниз. И делаем тоже так порядка 10-15 раз. Вы почувствуете такое приятное тепло сейчас, да, между лопатками. Во-первых, и уменьшается холка, и у нас будет расслабляться трапеция, за счет чего будет такой очень хороший зрительный эффект удлинения шеи и подтяжки овалу лица. И теперь задержались, держим в статике. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опустили вниз. Возьмите теперь за основание стул, за ножки стула или за сидушку стула. Нам нужно вытянуть руки и сделать следующее. То есть вы сидите ровно, без прогибов поясницы, тянемся макушкой к небу, а копчик к земле. То есть мы вытягиваем себя, вытягиваем позвоночник. Это очень полезное упражнение. Вообще для всего. Такое стопроцентное омолаживающее. И это классное упражнение, которое надо делать именно зимой в сезон холодной погоды. Отлично. Так, ну смотрите. Мне кажется, прям разогрелись. Разогрелись, да, хорошо. Стало намного теплее. Кстати, улучшается цвет лица сразу. Как только вы включаете упражнение на шею, сразу улучшается цвет лица. Так, что мы будем делать дальше? Что еще хочется добавить на шею? На шею можно делать замечательный моделирующий сам массаж, уход. То есть утром, когда вы наносите что-то на лицо, вы не забывайте еще про шею. Для этого можно использовать либо сыворотку, либо какое-то другое средство. Главное, чтобы было хорошее скольжение. Если вдруг у вас, например, средство такое, оно сразу впитывается, да, например, как вот это оно впитывается, вы можете добавить еще несколько капель тоника, чтобы было действительно очень хорошее скольжение. И благодаря вот таким движениям, я сейчас вам покажу, вы идете, не нажимаете на переднюю поверхность, вы просто скользите рукой, делаете так. Так, прокатываете линию овала лица, вот здесь вот четче очерчиваете и опускаете вниз. Я сейчас... И самое главное, без нажима. Любя, аккуратно. Должно быть скольжение. Сейчас я хочу побольше нанести средство. Конечно, здесь в условиях студии, это мы не дома, но когда вы дома, не пропускайте такой уход. Вот, вы увидите, очень хороший эффект, во-первых, как улучшится и состояние шеи. И знаете, что вот даже на занятиях мы когда занимаемся, вот когда вы делаете такие движения, то здесь улучшается контур лица и уменьшаются даже брыльки. То есть вот по передней поверхности шеи в стороны, да, прокатывая под линию овала лица и вниз. Вот таким образом делаем 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую. Можно делать даже в душе, в момент принятия души, утром при хорошем скольжении. Второй аспект... Что дальше? Какие еще упражнения входят в этот комплекс? Какие еще упражнения? Зимой, ввиду того, что очень сильный снег, ветер в лицо, мы часто ходим вот с таким озадаченным выражением лица, и в лице накапливается напряжение. Из-за напряжения происходит изменение пропорции лица со временем. То есть мы сначала не замечаем, но потом мы видим, что вот что-то не то. Поэтому полезно зимой делать расслабляющие упражнения, например, для снятия напряжения жевательных мышц. Что мы для этого делаем? Мы ставим пальчики здесь вот в районе угла молодости, мочки уха. То есть если с закрытым ртом сейчас пожуете, то вы почувствуете движение брюшка. И мы делаем такие легкие вращающие движения в этой стороне. А вот часто, когда делают упражнения, знаете, делают вот такие активные движения, словно хотят смассировать кожу. На самом деле мы массируем глубоко внутри, но сильно не нажимаем, просто чтобы вы понимали амплитуду, какая воздействие была. Чтобы вам через экран уже сейчас было понятно. 30 раз мы делаем в одну сторону, 30 раз в другую. Как оценить эффект? После упражнения у вас слегка приоткроется рот. То есть у вас разомкнутся зубы, у вас не будет вот этого состояния стиснутых зубов. Визуально это дает какой эффект подтяжки овала лица? Акцент будет больше на скулы, лицо не будет таким, например, сложным. Прямо здесь такая легкость появилась. Легкость, да, появилась. Ага, отлично. Так. Межбровные. Межбровка, да. Вообще межбровка такая проблема. Все время говорят, что мне делать, у меня здесь межбровная морщина. Девчонки, откуда это все формируется? В первую очередь здесь находится зона мышц, мышц гордецов, мышц осморщивающей брови. В этой зоне это зона сосредоточенности. То есть, например, когда мы смотрим в телефон, в компьютер, что-то внимательно изучаем, у нас, как правило, такое выражение лица. И благодаря фитнесу для лица можно уменьшить такую мимику. И вы научитесь с людьми разговаривать, например, и меньше хмуриться при этом, когда вы их слушаете внимательно. Но пока вы не сделаете упражнение, тяжело понять. Вот иногда говорят, перестань хмуришься. А ты говоришь, а я не хмурюсь. А ты так хмуришься на самом деле. Вот есть замечательное упражнение на чувствительность этой зоны. Мы кладем сюда монетку или пуговку. Сейчас вот мы с Машей взяли монетки. Как раз их специально мы продезинфицировали перед эфиром. Или выше. Так, где-то у меня не держится. Так. Слишком высоко голову тоже не поднимайте. Вот как-то так. Сидим с такой монеткой. Пока ничего не делаем. Можете закрыть глаза и почувствовать вес этой монеты. Какой она формы, какую температуру. Максимально. Она существенна. Сконцентрироваться на этой. Ее чувствуешь. Чувствуешь, да. Тяжеленькая монетка. Тяжелая, да. Это сколько нам дали? По 10 рублей? Да. Так, держим эту монетку. Когда в руках ее держишь, вес не ощущаешь. А вот на лице как-то прям, да. И теперь представьте, что вы хотите, можете приоткрыть даже глаза, что вы хотите свести немного брови вперед. Ну, вместе. Понятно, что если вы напряжетесь сейчас, то у вас они соединятся. Но, в принципе, есть такое как бы нежелание. Надо вспомнить, как это делается, да. Ты можешь соединить брови сейчас? Нет. Вот, отлично. Значит, правильно выполняет упражнение. Умница. Так, отлично. А теперь давайте уберем монету. Осталось такое пост-ощущение, как будто бы монетка, и что там лежит. Да, мышечная память. Вот Маш молодец, на самом деле. Она уже так хорошо разбирается в этой теме, потому что это действительно формирует мышечную память. То есть у вас есть одна мышечная память морщить. Сейчас мы формируем новую мышечную память, как раз снять напряжение. Как будто там что-то находится, и морщить не хочется. Не хочется. Совершенно брови. И попробуй сейчас тоже соединить брови вместе. Есть такое, то есть мы можем соединить брови, у нас здесь ничего не стоит искусственного. Но какое-то вот, как желание такое вот оно, через силу. То есть не хочется. Вот, пожалуйста, вам такое зимнее упражнение на уменьшение как раз моря морщины. Упражнение для лица. Вот, расслабление жевательных, расслабление межбровки. И давайте еще раз слабим губы, потому что вот такие вот губы, они что, формируют дополнительные носогубные складки. И частый запрос бывает, говорят, что вот такое стало, ну, угрюмое выражение лица. Уголки рта стали смотреть вниз, или люди начинают вроде улыбаться, но задействуется именно мышца, опускающая уголки рта. А здесь находятся мышцы депрессор, мышцы плохого настроения. И вот тут вот все, прям вот таким чулком. Ой, не знаю, как сейчас там на видео все это показано, наверное, не очень красиво, но, к сожалению, собирается. Но зато очень понятно для наших телезрителей. Да, зато наглядно. Что нужно делать? Для того, чтобы у вас не тянулись углы рта вниз, во-первых, это осанка, да, упражнение на шею. И следующее, мы с вами сейчас будем переключать внимание мышц с мышц депрессоров на мышцы хорошего настроения, чтобы у вас уголки сами поднялись наверх. Для этого мы растираем руки. Улыбка солнца? Да. И рисуем улыбку солнца, при этом не улыбаемся. Ручки мягкие, как перышки. Рисуем улыбку до висков практически. Можете закрыть глаза и представлять, что уже сейчас вы рисуете себе то самое лицо мечты, которое хотели бы иметь. Опять же, мы сейчас сделали упражнение, и осталось просто ощущение пальчиков, словно они здесь еще такие маленькие гномики. Очень приятные, очень теплые, очень солнечные. Что мы сейчас делаем? Мы мозгу переключили внимание и сказали, что вот, обратите внимание сюда, и у вас сейчас акцент на скулы. Мышцы лица напрямую связаны с мозговой деятельностью. И вот эти все мышцы, и эти, они отвечают за эмоциональное состояние. Представляете, вот таких движений достаточно, чтобы взять, переключить состояние, и вам внутри будет хорошо. Потому что, представьте, если бы у нас вместо лица была, не знаю, какая-то белая бумага, мы с вами разговаривали, как долго бы ты могла до меня смотреть? То есть лицо как раз, оно и передает то самое внутреннее состояние. И есть обратная сторона медали, когда застывает эта маска зимняя, угрюмая. И, извините, столько рожи себе показала. В общем, застывает эта угрюмая маска на лице, и все, вы с утра просыпаетесь, и такое внутри состояние, что что-то тревожит, что-то не так, где-то что-то не успеваешь, а ты все время не успеваешь. Очень сложно утром проснуться, заставить себя встать из теплой кровати. А тут сразу встал, сделал гимнастику для лица, несколько упражнений для шеи, и уже не страшен ни мороз, ни холод, бегом собрался на работу, чашечка кофе, и жизнь прекрасна. Кстати, по поводу ухода, вот ты спрашивала, что делать именно с кожей зимой. Кожа, конечно, зимой становится чаще более такая сухая, склонной к сухости, потому что перепады температур. И неважно от того, какой у вас тип кожи, используйте зимой питательные маски. Очень много разных масок, которые есть. Давай сегодня хотя бы несколько, скажем, рецептов поделимся. Есть рецепты домашние, домашние есть. Да, домашние рецепты питательных масок, которые по силам любой хозяйки. И для этого не нужны никакие дорогостоящие средства. Все необходимые ингредиенты, мне кажется, должны быть под рукой. Кстати, я уверена, наши телезрительницы, которые сейчас смотрят, они знают вообще миллион таких рецептов, и мы даже попросим их, пусть они нам пришлют в ответ на это видео какие-то свои рецепты поделятся с нами. Я хочу... Ты знаешь, Лен, вот в чем чаще всего парадокс? Знание не гарант... Того, что ты делаешь. Да. Совершенно не гарантирует того, что ты в ежедневной практике используешь эти маски, потому что всегда... Некогда. Некогда, нужно бежать, а тут вроде кто-то тебе другое сказал. Ммм, ты вспомнил? Да, надо попробовать. Попробовал, понравилось, и уже это в режиме, в постоянном. А это, кстати, такая цепная реакция, что когда начинаешь зимниматься... Мне хочется, чтобы мы сегодня с тобой эту волну запустили, и все-таки наши телезрительницы вспомнили все те рецепты. Конечно же, мы сегодня поделимся с ними парочкой, да, твоих, Лена, рецептов, как ухаживать за кожей в зимний период. И они обязательно прислушались и, самое главное, применяли на практике все эти советы. То, что мы должны, женщины должны выглядеть привлекательными. И, кстати, женщины, они еще всегда делятся. Да? Заметила, что женщины всегда делятся. Мы, кстати, даже как-то встречаемся какими-то, ну, не знаю, там, будь то новогодние праздники, всегда женщины, они потом объединяются кучками и разговаривают, какие-то у них там темы про то, кто что там узнал, какие-то новинки, начиная от рецептов, что готовят, заканчивая рецептами красоты. Так вот, рецепт, из чего можно и готовить, и его же, как говорится, на лицо, мы можем использовать в зимний период сметану, потому что в ней содержится молочная кислота, а это очень хороший, натуральный увлажнитель для лица. Глубоко увлажняет, проникает. Плюс саму по себе молочную кислоту часто добавляют в средства, как сейчас говорят, антиэйдж, антивозрастные средства. Что можно сделать? Вы берете ложку сметаны, добавляете туда чайную ложку масла, ну, не пищевого, а косметическое. Например, это может быть миндальное масло, или масло лаванды, или там бессмертник. То есть вот эти масла, они что делают? Они очень хорошо питают, улучшают эластичность кожи, делают ее такой более гладкой. Ну, в принципе, попробуйте, иногда даже на руки наносишь сметану, даже без масла уже ты потом смываешь, и кожа гладкая. Лена, давай еще раз в завершении нашей передачи перечислим те нехитрые средства, которыми можно поддержать красоту своего лица и шеи в зимний период. Итак, мы с вами зимний период обязательно, ну, и не только и в летний в том числе, но в зимний особенно держим с вами осанку, делаем упражнение на раскрытие грудного отдела. Потом мы делаем упражнение на удлинение шеи, потому что она теряется вот так вот в плечах, когда холодно. Следующее, мы делаем упражнение, снимающие маски напряжения с лица, это расслабление жевательных мышц, мы делаем расслабление межбровки при помощи монетки и обязательно рисуем улыбку солнца, можно руками, можно даже мысленно, для того, чтобы переключить мышцы депрессора на мышцы леватора, на мышцы хорошего настроения. И обязательно делаем питательные маски из сметаны. И питательные маски из сметаны. И дополнительно, помимо сметаны, можно делать очень классные такие экспресс-маски на лицо, которые мы будем делать в передаче как раз «Новогодний экспресс». Я вам рекомендую найти этот выпуск, попробовать повторить, от них будет очень хороший лифтинговый и противоотечный эффект. Лена, спасибо огромное за советы. Надеюсь, что наши телезрительницы возьмут их на вооружение. Увидимся снова ровно через неделю. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!